Она боялась войны, пуль и оружия, танков и бомб, людей в военной форме, бомб, которые жгли глаза, ранения на теле отца, которое возникло из-за столкновения с солдатами, разрушенных зданий в их районе, сломанных качелей и горки, на которых лежала пыль. Она боялась и криков на улице, и пыли на стеклах окон после воздушного удара. Ариха боялась всего, что было связано с войной. Однажды, когда она играла в переулки, одна старушка стала ругаться с солдатом. Ариха боялась перепалки солдат с людьми, потому что если кто-то начинал защищаться, то солдат злился и либо волок их по земле за собой, либо избивал прямо на улице. Ариха убегала к дому каждый раз, когда кто-то начинал разговаривать с солдатом. Но на этот раз не убежала. Старушка кричала, выкрикивала лозунги и проклятия, и солдат злился все сильнее и сильнее. И только Ариха стала приходить в себя, как он открыл огонь в сторону старушки. Пуля прошла на вылет под старушку и попала в маленькое коленко Арики. Ариха закричала, и все собрались вокруг нее. В больнице она громко плакала от боли. Медсестра стала зашивать ее ранку, и она стала кричать еще сильнее. Ее мама обняла ее и стала тихонько петь на ухо своей дочке. Не раз, а десятки и сотни раз пропела она на ухо десятилетней Арихе эти строки, гладя ее по головке. О, моя печальная родина, ты изменила меня в миг. Ариха слушала пение своей матери, все свое внимание она перевела на мать, и постепенно ее стоны стали стихать. Ей все еще было больно, но она больше не боялась солдат.